Одним из главных событий фестиваля «Архитектурное наследие-2023» стало представление проекта концепции развития исторического поселения Самары. Статус исторического поселения был присвоен столице региона в 2019 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Решение призвано защитить культурное и архитектурное наследие города и вдохнуть новую жизнь в развитии исторического центра. Для этого необходимо создать привлекательный инвестиционный климат, обеспечить комфорт для туристов, обновить коммунальную и транспортную инфраструктуру. Насытить территорию социальными и торговыми объектами. Вместе с тем, для сохранения историко-культурной и архитектурной идентичности, необходимы серьезные ограничения для всех участников, чтобы не навредить ни одному объекту и обеспечить бережное восстановление содержания. Мы смогли представить свою концепцию развития исторического поселения. Мы поделились нашими подходами, нашими принципами. Для нас это очень важно. Я искренне рада, что нас послушали профессионалы этого дела, те люди, которые уже утвердили свои концепции, кто уже прошел этот путь. И, конечно, потом мы обсудили те сложности, через которые они прошли, и понимаем, куда нам двигаться дальше. В фестивале «Архитектурное наследие-2023» в этом году приняли участие делегации из 31 региона страны, 4 иностранных эксперта. Гости фестиваля, среди которых академик Академии архитектурного наследия, государственный эксперт Ирина Маркина, в Рео-руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стофеев, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, высоко оценили организацию фестиваля. Все случилось, все состоялось. Прошел самый лучший фестиваль, это шестой по счету. И первый по значимости и по силе, любовь жителей города к своему архитектурному наследию вообще не оспаривается и не обсуждается. Вы любите каждый свой камень, каждое свое здание. И это очень важно. В Самаре реставрируют и обновляют памятники архитектуры, которые находятся в историческом центре города. В декабре прошлого года был открыт легендарный дом Маштакова на улице Самарской. На первом этаже здания разместили арт-купеческую чайную. На втором музее многофункциональное экспозиционное пространство. Проект стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив. Рад, конечно, что Самару посетили гости как специалисты-реставраторы, так и представители органов охраны, субъектов Российской Федерации со всех уголков страны. От Калининградской области до Камчатки. И я признателен тому опыту, которым они поделились с нами, и который мы обязательно, конечно, будем использовать. Во время церемонии закрытия фестиваля состоялось награждение победителей конкурсной программы. Организаторы отметили Самарскую область за сохранение объекта культурного наследия региона Кухместерская фон Вакана. Золотой диплом Союза архитекторов России вручили самарским архитекторам Алифтине Яшиной за проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения Дом Челышова, организации «Архитектурная мастерская про дома» за проект приспособления для современного использования Центра культуры и отдыха «Станкозавод». Также был отмечен проект «Самарская мечеть» на улице Алексея Толстого, который был восстановлен при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.